всем привет с вами канала и вторую надежда о чем он больше не может молчать такая у нас тема сегодняшнего расклада то что рвется из его души то что пронзает его сердце его мысли именно это сегодня с вами посмотрим поэтому располагайтесь поудобнее и давайте начиная сигнификации мы посмотрим волшебство до перетасовала колоду это первая карта была которую я решила здесь поставить на некую заставку и вот знаете здесь о чем карта говорит что вы в принципе предполагаете потому что здесь в этой колоде шестерка жезлов она больше не про победу да на про действие но она говорит о том что получение сообщений которые в принципе-то ожидаемые свестия сообщения слова тот самый звонок который вы ждете я здесь скажу даже больше те предчувствия которые у вас внутри нежелания нет именно предчувствие что вы понимаете что не там невозможно нереально не получится но вот почему-то вы очень уверены что этот человек что-то сделает либо не сделает поступит так или иначе и поверьте вы получите свое предчувствие в исполненном виде что то есть информационное в вашей голове и подтверждение этому будет но я говорю это должно быть нежелание это уверенность у кого из девочки такая уверенность можете написать здесь что и что вы чувствуете найти как для закрепления чтобы об этом оповестить вселенную пространство вынести свое знание в общественность но это как некая да такое заявление или воли из явления вот это очень часто работает кстати мужчина здесь находится в ожидании в ожидании избавления он не просто так не может с вами нормально и спокойно поговорить хотя вы готовы на спокойный диалог с ним я не вижу здесь ваших разборок я не вижу чтобы вы устраивали ему какие-то допросы истерики ему показывали вам хотелось бы с ним очень спокойно по делу по существу поговорить но это человек сейчас не идет на нормальный контакт и этому есть причина он ждет избавление от влияния каких-то факторов это может быть влияние человека вот если он знает там или она мне по шапке прилетит но там в определенные моменты этот человек уедет в отпуск или этот человек переезжает и вот тогда я смогу спокойно здесь также может быть ну я беру такие вот банальные вещи что человек человек находится в таком месте где перебои со связи и и вот нету стабильного соединения там интернета телефония плохо работает а мало вышит и не получается нормально с вами связаться даже банально до приехать нет денег там на билеты на бензин здесь может быть все что угодно потому что здесь зависимость от определенных факторов когда человек по большей части себе не принадлежит то есть есть что-то что им управляет на здесь может быть также человек подвержен страху манипуляциям действиям за его спиной которые он явно чувствует и знает что мне сейчас это делать нельзя опять же в этой колоде не совсем стандартная семерка пентаклей оракул оракульная колода и у меня по ней есть в вебинар подробный материал тоже который можно распечатать и если вам интересно если вы хотели изучить колоду эту очень понятный вебинар после которого буквально сразу с первого дня к тому же имея материал имея простую очень схему расклада вы уже можете отвечать себе на простые вопросы простой вопрос это когда на него можно ответить 1 сложно не просто да или нет а с комментариями в закрепленном комментарии и в описании под видео будет ссылочка на моего помощника георгия которого вы можете поинтересоваться этим вебинаром и вот здесь то есть одной стороны у нас семерка пентаклей эта карта ожидания результатов но вот здесь вот она усложнена тем что ожидание некого освобождения от того что сейчас влияет тормозит или блокирует вашего партнера то есть у него но если хотите есть обстоятельства из-за которых не получается даже выйти с вами на разговор вы можете в это не поверить но если опять же у этого человека потом спросить вот так же спокойно на какой разговор вы с ним намереваетесь который планировали или который вам хотелось бы он вам пояснит почему именно он не мог это сделать тогда когда вы это ждали но лишь бы не поздно было потому что иногда действительно не надо уже отгорело и на многие ответы уже сами получаем ответы и поэтому высказывания слова других людей нам уже не нужно не интересно уже не хочется но вы ждете такое ощущение что вы должны этому человеку что-то отдать что-то сказать что-то объяснить ожидание здесь пассивная инициировать самостоятельно этот разговор там или эту встречу вы не собираетесь я думаю свое время уже наделали много шагов в его сторону и уже просто наверно гордость не позволяет либо обстоятельства не позволяют вам что-то внутри сидишь что теперь я первое больше не буду действовать поэтому здесь томительное ожидание вот но вы готовы здесь условно сидеть до конца то есть вы не предполагаете что вдруг что-то в вас поменяется и вы сама с ним инициируете разговор нет здесь тотальное сидение на месте понимание того что будет 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 рано хорошо будет поздно но там посмотрим но вот сама ни при каких обстоятельствах на в ожидании каких-то действий со стороны вашего партнера что он натворил давайте посмотрим что он натворил забрала вас многое мог кстати отфильтровать ваше окружение благодаря этому мужчине вы поссорились с кем-то с кем-то может быть расстались но еще здесь мужчина лиц бы либо забрал у вас семью он был вашим мужем и сделал так что семьи с ним больше не либо не дал вам семью хотя на повестке дня все это было поступил очень красиво поступил очень жестко поступил так как наверное не стоит поступать и врагам своим не пожелаешь безбашенная же здесь у нас товарищ и конь такое у него на вот создание очень интересное страшное непонятное и сам у нас товарищ настолько он был такой знаете состоянии гнев ярость и обиды у него и желание быстрее смотать удочки чтобы вот здесь вот даже голову сам себе рубану что очень жестко по отношению к вам здесь тот мужчина сделал причем для вас было довольно таки неожиданно вы ждали один результат один сценарий я так понимаю что все было оговорено договоренности причем не только между вами и этим человеком а еще были люди которые были в курсе ну как минимум один доверенный человек который знал с вашей лица его стороны здесь абсолютно неважно то есть планы и и это было при свидетелях условно а вот так вот раз я думаю у вас в голове наверное сложилась такая мысль что с ним случилось потому что здесь как будто бы человека подменили шло как по маслу практически а получилось вот так вот то ли не в подходящий момент или в неожиданный момент действительно знаете как удар такую в спину резкий болезненный и ты понимаешь что это все может быть и ушел здесь без объяснений просто пропал и вы знаете что жив здоров с ним все хорошо но на связь он не выходит на его и вот он разговор то есть сама вы больше не будете никак пытаться с ним связаться но ждете вам хотелось бы получить даже не для того чтобы вернулся а вот просто для себя знать что с ним произошло но вот это состояние как подменили может быть как опоили чем-то она у вас точно было что вы этого человека не узнали на фоне того что были планы настоящие реальные это должно было случить и вот такая вот линия поведения давайте попробуем спросить у карт почему он так поступил чем он руководствовался что произошло это его покружению знаете в его окружении не самые чистые не самые честные люди находятся опять же тоже на карта верховный жрец вроде бы хорошая карта и семья и окружение и знания какие-то обучение а то есть передача опыта и с такими людьми всегда очень полезно находиться которые более опытные более мудры ну и хорошо когда у тебя есть ближайшее окружение которое ты любишь но мы не знаем что это темная колода она немножечко другая чем классика вот тут вот если вы обратите внимание такие вот грибочки да которые конечно нам дают отсылку на то что здесь есть что-то реально опасное просто в целом здесь карта напоминает некую секту на где есть главарь и есть другие последователи другие люди которые тоже вот буквально да так и жду чтоб накинуться на него занятие его место и у вашего партнера здесь есть такие люди которые вплоть до того что и его готовы растерзать он побоялся отказаться от чего-то ради того чтобы быть с вами но это могло быть условно должность например на там условия на работе что он должен там проживать только на съемной квартире чтобы в этой квартире никого не было и чтобы у него там свободный такой график не свободная плавающего в любой момент должен был быть иначе там наказание там штраф там еще что-то но это я тоже вот такой пример с потолка беру хотя сколько раз замечала некоторые примеры кажется вы просто да как пример самый банальный а получается что для кого-то это прям не в бровь а в глаз но самое главное чтобы не потерять свое место может быть что близких родных не лишиться чтобы ни с кем не испортить настроение чтобы не потерять завещание да там родители сказали будешь с ней на наследство не претендует там или мы тебя вычеркну из числа родных и близких людей то есть состояние в котором человек чувствуют реальную угрозу тому что он имеет и состояние которое грозит тем что те окружающие которые сейчас рядом с тобой они накинутся просто порвут тебя случае чего вот этому товарищу да и слабину и все вся эта толпа затопчет и выберет нового лидера и карта да вот же здесь такой же из предупреждения то есть вашего вашего мужчину предупреждали в какой-то момент ему просто дали уже четко понять вот я здесь смотрю у меня на дне колоды карта смерти почему он не выполнил обещание потому что в противном случае его жизнь на реально разделилась бы на до и после и многое из того что он имел с этим ему пришлось бы попрощаться потому что здесь тоже вот некая на такая вот чистка происходит то есть ты переходишь из одного состояния в абсолютно другое и все что с тобой было ты это не заберешь вот условно так как мы говорим именно про физический переход в другой мир все что у тебя есть здесь ты это собой не возьмешь а вот почему говорят там те кто стремится там набивать свои карманы те кто стремится к какому-то знаете вот обогащению чтобы больше больше на ты собой же это не заберешь по карманам не распихает ну ты здесь вот такая вот некая философия что жизнь бы его прежней не было его предупреждали потом поставили перед жестким ультиматумом это могло бы это мог быть жесткий разговор но это могли быть манипуляции и угрозы которые для вашего мужчины не были пустым звуком то есть он реально решил не связываться и не связываться но в том числе ваши отношения он решил оставить на потом до лучших времен вот как здесь да у нас солнце всходит и вся вот нечисть идет встречать восход так и ваш мужчина что сейчас и темные времена для того чтобы быть или планировать что-то с вами серьезное и это реализовывать но она все поменяется все изменится будет будет наступит вот этот вот рассвет и тогда можно будет что-то планировать вот поэтому здесь вы наверно тоже чувствуете что вот прямо сейчас не будет ни заявлений каких-то не появлений на этого человека что то есть что то есть серьезное что ему мешает и вот тут видите тоже карта ожидания избавления определенной зависимости благодаря которой он не может быть свободным человеком который ну что хочу то творю куда хочу туда лечу хорошо давайте тогда посмотрим теперь наш главный вопрос о чем он больше не может молчать что-то такое знаете невозможно или невыносимое для него хочется взять оракул для начала как отправную точку и посмотреть начиная с него эти две женщины и один мужчина и все одной масти запутался ваш мужчина очень запутался здесь надо выбрать надо выбрать он здесь хочет пожаловаться его сейчас сложные времена наступили некие разборки некая дележка хотя до недавнего времени все было совсем по-другому губе финансы он действительно в зависимости находится кто-то имеет знать такую способность качать права и высказывать и и это то что его связывает сейчас по рукам и ногам он бы с удовольствием бы вам рассказал но опять же опять же он не может быть человеком со свободой волеизъявления он не может действовать так как хотелось бы ему потому что опять же здесь наступит ситуация до разборки почему-то складывается впечатление что тот партнер которого вы загадываете он сейчас вот буквально даже не под лупой у кого-то а под микроскопом вот каждый его какой-то шаг и не знаю действия там финансовая операция там его расходы все это под контролем и не просто так вот то ближайшее окружение из-за которого вашего мужчины так вот резко произошли перемены от которых вы в шоке вот с этими людьми может быть они и успокоились когда они поняли что с вами здесь поставлена точка потому что вы тишь гладь и благодать какое-то время а вот тут вот претензии и об этом невозможно девочки ему не говори мы же смотрим о чем невозможно молчать что вырывается что очень болезненно восьмерка пики или если восьмерка мечей мы переводим на систему таро это всегда карта страха эта карта ситуации который пугает но она пугает своей безысходностью ты видишь проблему и и ты понимаешь что это какое-то дно на самом деле нету восьмерки мечей дна там больше знаете вот свои собственные страхи мысли которые накрутили утрировали все происходящее но у него ситуация здесь более сложная чем просто страхи здесь реально разборки с вашим партнером чинят ему так хочется спокойствие ему так хочется просто знаете сидеть мечтать ничего не делать его сейчас напрягли ему реально сложно и вот там я сказала финансы на повестке это действительно финансовые какие-то к нему то ли претензии то ли я не знаю здесь может быть же действительно каждая ситуация разная у кого-то здесь просто грызня с родственниками за наследство условно да и те люди с которыми ты чувствовал себя спокойно комфортно вдруг они стали твоими ярыми врагами и соперниками или мужчине сказать да тебе ничего не надо будет делать там сидели же там на диване отдыхать а тут а зарабатывать кто будет а деньги кто будет приносить сложной ситуации здесь мужчина находится опять же здесь знаете карта такого выхода карта последнего рывка но тут большой вопрос а хватит ли ему сил вот тоже вот то вот переплетение с картам ожидания от зависимости и вот ему кажется что можно это преодолеть но он уже вымотан и он уже здесь не какущий нервы вытрепали физически здесь он тоже нагружен десятка жезлов тоже опять же по классической системе таро и это тоже тяжесть это неподъемная ноша это то что ты взял и тебе приходится это тащить сам ты решил что ты это должен дотащить или по чьими-то угрозами ты это тащишь бои боишься сбросить мечта есть мечта что все закончил чтоб все изменилось он хочет вернуться в какое-то прошлое чтобы он мог сам быть хозяином своей жизни девочки заложник я не думаю конечно что его нам привязали к столбу и все и диаметр веревки только до туалета нет я так не думаю но тем не менее вот некую свободу здесь отобрали и пристальный взгляд над вашим мужчиной есть знать почему это сложно и это у него рвется из души потому что он во-первых такому не привык во вторых он не ожидал и не ожидал от тех людей или от того человека с кем это сейчас все у него происходит думал все невинные овечки а там раз а там просто стадо волков стоя на правильный волков хочет сам решать он реально себя сейчас чувствует заложником потери 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 и выход один только ну курская только в окно да хочу сам тратить свои деньги хочу сам распоряжаться своим временем своей занятостью или тем количеством которое я буду зарабатывать что-то вашего мужчину здесь реально вот по финансам прижали причем так конкретно его прижали хочу сам никто уже не нужен никого не хочу знаете вот это ото всех сбежать даже в какой-то маленькой темной коморке заниматься своими делами а по поводу вас давайте посмотрим его мысли по поводу вас кстати за вами подглядывает знаете подглядывая для чего для того чтобы появиться в тот момент когда он максимально нужен будет либо в тот момент когда ему уже будет невмоготу здесь и или или здесь для каждой будут свой собственный вариант на варианты здесь но тайна он за вами здесь поглядывает может быть у вашего ближайшего окружения спрашивает о вас но заручился тем что вам об этом не расскажут это могут быть там соцсети мессенджеры даже в мессенджерах вот так можно следить в мессенджерах далеко на незнакомую там сим-карту номер себе аккаунт завести и смотреть сети вы не в сети да и отслеживать даже так ну а тем более если это соцсеть какое у вас настроение какие у вас там статусы какие фотографии где бываете поверьте даже если вы ведете абсолютно такую вот закрытую жизнь от этого человека все равно ему удается вплоть даже до того чтобы потому окторологу кронологу пойти к ясновидящий или ясновидящему узнать про вашу жизнь вот два здесь момента когда вам очень нужна будет помощь и он будет понимать что эта помощь нужна на здесь мужчина буквально на два лагеря и он такой да вот спаситель такой герой благодетель появляется либо когда ему уже будет не в магату но это уже конечно вариант такой себе на что вы уже такая спасительница и благодетельница нас он конечно здесь не отпустил его самого пугает вот эта привязанность по отношению к вам я думаю об этом он тоже был хотел бы вам сказать вы тоже ему истерзали всю душу он старается от этого отвлечься тоже ведь и свою музыку да вот на своей волне ну вот здесь вот товарищи так и ждут чтобы его стянуть с этого пенька он на своей волне старается отвлечься не думать но слабо получается он в вашей власти девочки это мужчина пока никак не может убрать тягу там влечение от вас он тоже зависим я так думаю от вас зависим не меньше чем вот от той ситуации от которой он хочет избавиться только там он физически зависим от вас ментально ментально душевно эмоционально между вами же тоже очень непростая ситуация опять же учитывая что мужчина очень быстро когда вот резко переобулся твой это тоже неприятный момент который ему объяснить надо будет рассказать вам вам он уже так как раньше уже не нужен вы тоже видите здесь огненная стена защита обороны свои границы вы обозначили под границами здесь и правила могут быть и ультиматумы или конкретные желания что это может появиться только если и там один пункт либо несколько да и ваших глазах ведь и был императором но в окружении таких карт просто вот так вот и перевернулся был всем стал никем был важным нужно стал таким можно было бы наверно поговорить послушать его объяснение а с другой стороны если бы женщина так сильно бы хотела разговора вот прям вот надо было бы она бы сама сделала но мы здесь видели совсем другую картину да пусть она и ждет но это пассивное ожидание здесь карта бездействия и может сказать у моря погоды получится хорошо не получится но не получится вы думаете мужчина это не чувствует он об этом не думает видя что вы не предпринимаете усилий что вы не бежите и волосы назад для того чтобы как-то с ним поговорить вернуть его может быть переубедить он конечно себе такой сейчас а партнер такой себе потому что же мы посмотрели у него есть проблемы у него есть нюансы от которых он и рад бы избавиться но пока не получается но он ждет того момента когда он сможет снова принадлежать сам себе но тогда вот история дойдет и до вас ну и сыграют вот эти вот еще два фактора которые могут ускорить его появление но это искала на про помощь либо вам в чем-то помочь либо чтобы вы ему помогли так же девочки не весело вашему мужчине давайте посмотрим еще последний хочу задать вопрос картам какая самая сильная мысль о вас не дает ему покоя самая такая злободневная может быть мысль на вас не дает ему покоя что не просто так девочки все что чувство то плещется он подразумевает под зависимостью что там не просто у него злость на вас там или она чувствует что он сделал некрасивый какой-то поступок да и чувство вины здесь что-то большее зарыто и что-то больше и вот мысль что я могу свою любовь потерять навсегда что я могу сам своими руками упустить из своей жизни то что было бы для меня счастьем радостью и просто крупнейшим таким вот не знаю приобретением или крупнейшим подарком в моей жизни а я это просто вот так вот смотрю со стороны там жизнь кипит а у меня похмелье да я тут проснулся в грязной подворотне со сточными водами здесь и просто смотрю как жизнь движется а я ничего не делаю так и он боится мысль который не дает покоя что он упустит в своей жизни то что могло бы быть для него большой радостью но пока видите от него мало здесь что зависит в надежде на улучшение на лучшие времена ну как бы то ни было будем наблюдать вы не забывайте что то предчувствие которое у вас прям сидит внутри вас нежелание да я повторюсь о предчувствии это то что обязательно произойдет это не просто у вас и вы это можете гнать вы вы можете стара будете стараться об этом не думать отвлекаться но это все равно состояние прям живет и она крепнет и крепнет скажем надо вот я про это и это именно случится я вас еще приглашаю к себе в телеграм поверьте там интересно там кстати появился очень интересный мультик для детей и взрослых про чистоту посмотрите там девочки там в шоке от того что там происходит интересно интересно посоветовали даже этот мультика нишкому постарше адресовать ссылочка будет закрепленном комментарии в описании под видео присоединяюсь там же у нас карта дня там ритуалы там да много чего там там совсем другой контент нежели здесь все мои хорошие скоро встретимся подписывайтесь на youtube ставьте лайки пока пока